Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Слушание публичное, но не для всех. Как в Барнауле обсуждали бюджет города. Один в сквере воин. В Барнауле прошел одиночный пикет в защиту сквера на площади Сахарова. Мрачная жизнь в барнаульской пятиэтажке. Как жильцы полторы недели существуют без электричества. Что было в холодильниках, все пропало. И что со свечкой? Свечек он закупил, сходил сегодня опять. На публичное слушание по бюджету города, которые состоялись сегодня, молодые семьи Барнаула пришли даже с детьми. Правда, слушания оказались совсем не публичными. На, казалось бы, открытое мероприятие пустили не всех. Даже СМИ узнали о его проведении за час до начала. Нам удалось попасть на слушание лишь потому, что об их проведении нам сообщили неофициальные источники. Раннее утро. Человек с плакатом стоит напротив здания администрации. Стоит не просто так, а с вопросом, почему власть нас не слышит. Чтобы услышали, семьи пришли к депутатам и чиновникам сами с детьми. Но зал оказался слишком мало, потому все желающие туда не попали. Как, собственно, и большая часть журналистов, которые о публичных слушаниях узнали только сегодня утром. В мэрии объяснили это тем, что в Гордуме сейчас нет пресс-секретаря. Однако наблюдатели не исключают, что отсутствие информации о событии связано в том числе и с пикетом. Ведь проблема, которую вновь захотели обсудить молодые семьи, назрела давно. Ситуация обостряется тем, что в течение последних пяти лет, с 2014 года, обычные молодые семьи с одним, с двумя детьми не имеют возможности получить сертификаты на соцвыплату, так как мизерное количество выдаваемых сертификатов не позволяет обеспечить им даже семей многодетных. Сейчас, по словам Анны, в очереди на получение жилья стоят более пяти тысяч семей. Многие ждут его уже восемь лет. Более 700 семей из программы в этом году исключили, ведь они достигли 35-летнего возраста и не могут больше претендовать на квартиру от государства. Активисты сегодня предложили пересмотреть бюджет на ближайшие три года. Ведь, по их словам, федеральное краевое финансирование ориентируется на возможности, которые заявляет город. Если мы поставим цель улучшить жилищные условия 1768 молодым семьям, то есть 597 ежегодно, необходимые финансовые ресурсы для этого нам потребуются ежегодно в размере 590 миллионов рублей. Из них мы получим 354 из федерального бюджета. Согласно пропорции, должны получить 118 миллионов из краевого бюджета, 118 миллионов из городского бюджета. Предложение вызвало бурное обсуждение. К слову, председатель городского комитета по финансам сказала, что понимает молодые семьи, но такую огромную поддержку им бюджет города оказать не может. Так вот, потребность в расходах, с учетом вашей потребности, составляет 15 миллиардов. Мы обязательно, ко второму чтению ваш вопрос, будем рассматривать и, понимая ваши ожидания, во всяком случае, и внимательно к этому относимся. Свою позицию высказал и тот, кто курирует барнаульский бюджет в городской думе. Понимаете, сначала выделяют деньги федерация, потом край, а мы-то уже третьими по очереди идем. И на сегодняшний день, еще раз повторяю, если будет на эту программу выделены деньги, я вас уверяю, что депутаты всегда проголосуют за корректировку бюджета, что это всегда и делалось. И деньги на эту программу будут выделены. Все эти высказывания не убедили молодые семьи. Те из них, кто в зал все-таки попал, проект бюджета города на следующий, 2020 год не поддержали. 34 человека проголосовали против, а вот за были 39. Это как раз чиновники и депутаты. Стоит отметить, что решение, которое принимают на публичных слушаниях, носит исключительно рекомендательный характер. Активисты надеются, что им все-таки удастся выстроить диалог с Думой. Как заявила одна из участниц мероприятия, уже после слушаний к ней подошли несколько депутатов и предложили семьям свою помощь. Правда, в чем она будет выражаться, пока непонятно. Полина Жданова, Андрей Печоркин, День с толком. Алтайские лесополосы, главные защитники земли от ветровой эрозии, погибнут в ближайшие пять лет. Об этом заявили барнаульские ученые. Дело в том, что уже 30 лет в крае не высаживают зеленые насаждения, которые призваны спасать урожай. А если где-то и появляются молодые деревья, то фермеры высаживают их за свой счет. Планируют ли власти что-то предпринять, расскажет Валентина Аскерова. Были такие ветра, что сходу у меня края за песком заносило, по-другому они макушечки пшеницы торчат. Плодородный слой срывало и уносило в неизвестном направлении. Урожай погиб, сельхоземли спасли. Пять лет назад фермер Виктор Дафт высадил лесополосы. Говорит, тогда посадки компенсировали. Я заказывал проект в Саратове, у меня есть проект восстановления лесополосок, и также проект санитарных рубок, старых лесополосок. Но через год как-то все это затихло, край дал обязательство 100 гектар посадить новых лесополос. Посадили всего 20, из них 7 гектар в горизонт высадил, и эту программу федерация, как говорится, перестала финансировать. Первые лесополосы на Алтае высадили в 1928 году. Всего 7 гектаров. Их число росло с каждым годом. Крестьяне боролись с суховеями, которые появились из-за освоения целинных земель. В годы войны, когда, казалось бы, не до лесоразведения, добавили еще 10 тысяч гектаров лесополос. Их расцвет в 60-е и 80-е годы. В этот период прибавлялось по 5-7 тысяч гектаров ежегодно. А с 90-х и по сегодняшний день провал практически ни одного дерева. По итогам инвентаризации 2011 года на страже алтайских полей осталось всего 79 тысяч гектаров лесополос. Уже в два раза меньше. В качестве лесополосы мы привыкли видеть тополя, березы, сосны. Но в Михайловском районе есть лесополосы сибирского финика и даже изоблепихи. Несмотря на то, что эти деревья низкорослые, они отлично защищают от ветра. Тройная защита. Тополь, сибирский финик и самая долговечная сосна. Кстати, сосновые лесополосы на Алтае – редкий экземпляр. В свое время их высадили в качестве эксперимента. Мы проехали от Барнаула до Михайловского района. Это где-то 400 километров. Несколько хвойных лесополос мы встретили только в одном месте. Недалеко от Шипунова все остальные – тополинные и березовые. Но и они почти все в критическом состоянии. Древесные породы отмирают в предел 45 лет. Поэтому все они оказываются уже устаревшими и свои обязанности по защите территории открытых выполнять уже не могут. Молодых лесополос до 20 лет почти не осталось. Всего 0,3%. 20-летних чуть больше 2%. 30-летних – 40%. А великовозрастных старше 40 лет – почти 60%. А это значит, делают выводы ученые, что уже через несколько лет останется всего 40 тысяч гектаров лесополос. Их влияние будет незначительным. Исправить ситуацию – только долгосрочная программа восстановления. Всю программу нужно в несколько миллиардов. Она должна функционировать на протяжении 20-25 лет. Она должна включать не только создание этих насаждений. Посадить – это одно. Это необходимо за лесополосами регулярно проводить уход. И тогда ситуация будет меняться к лучшему. Это будет гарантированный урожай. Раньше на Алтае были специальные питомники, где выращивали деревья для лесополос. Сейчас их не финансируют, говорят ученые. В местном минсельхозе в видеокомментарии нам отказали. Но письменно пояснили, что субсидии на затраты фермерам сохранены. Просто не все подают заявки. А на вопрос, будет ли долгосрочная программа, в ведомстве ответили. Для начала нужно определить правовой статус лесополос. Минсельхозе от них отказываются, мол, они не относятся к сельхозпроизводству. Началом решения проблем защитного лесоразведения должна быть постановка насаждений на кадастровый учет. Установление права федеральной собственности на поставленный на кадастровый учет лесополосы. И отнесение земель под ними к землям лесного фонда. То есть передача Министерству природы. Но это не решение проблемы, считает депутат Госдумы Иван Лор. Ведь фермеру, чей урожай может погибнуть, не важно на чьем они балансе, а важна финансовая поддержка. Кстати, в Госдуме в первом чтении уже принят закон о защите лесных насаждений в стране. Этот закон пока конкретно не дает ответ на вопрос фермера или ваш вопрос, какая поддержка. Поддержки практически никакой. Но кроме того, сразу прописана ответственность. То есть получается, не дав ни рубля, на завтра еще и будут наказывать тем, кому свалилось это, как говорится, богатство в одночасье. То есть фермерам, на территории которых будут лесополосы. Закон требует доработки, добавляет Иван Лор и поясняет, что проблему лесополос должны урегулировать на федеральном уровне уже в течение года. Если этого не произойдет, то есть все шансы повторить историю 50-летней давности, когда пыльные бури в Кулудинской зоне сорвали 20 сантиметров плодородного слоя почвы, который, к слову, восстанавливается тысячелетиями. Так что пока остается спасать землю в одиночку и тратить из собственного кармана 100 тысяч рублей на один гектар лесополосы. Через год-два мы делали подсадку, вот видите, ну все, принялась, осеночка пошла. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня в Барнауле прошел очередной одиночный пикет в защиту сквера Насахарова, где планируется построить крупный гостиничный комплекс Редиса. Провела его вновь Татьяна Труфанова. Жительница Барнаула уже выходила с плакатом в эти выходные. Продолжит моя коллега Анастасия Дороган. Примерно час Татьяна Труфанова простояла на углу Социалистического проспекта и улицы Молодежной. Прохожих в это время было немного, они все даже поворачивали голову к плакату. Татьяна считает, это происходит из-за неверия людей в собственные силы, поэтому она написала именно такой текст. Кстати, менять место пикета на другое, более людное, женщина не собирается. К примеру, отвергла предложение встать у городской или краевой администрации, так как это не политический вопрос. И все-таки некоторых пикет привлек. Один мужчина даже поговорил с Татьяной. Ему было в свое время интересно, насколько загрязнен здесь воздух. Он взял специальный прибор и измерил. 4,5 раза превышает уровень КПД. И он говорит, если сквера здесь не будет, то будет вообще очень все грустно. А полицейские как отреагировали? Полицейские отреагировали очень дружелюбно. А они сказали, что просто они составят рапорт, сделали мои фотографии, записали имя и пожелали удачи. У нас в городе, в принципе, скверов нет. Даже желательно побольше. Парков, скверов побольше. А вот Галина Абрамова живет рядом со сквером. Она считает, если появится гостиница, жильцам ее дома негде будет даже прогуляться. Кстати, бороться за сквер эта женщина начала еще летом. Она прошла по гостиницам, спросила, как у вас заселяемость. Они говорят, на 30% всего заселяемость. Собирается гостиницу строить, в гостиницу. Потом прошла по всем инстанциям, хотела пройти туда, протолкнуться. Там записи нет у Томенко. У него в сентябре не было, и в октябре нет записи. Туда нырнуть мы никак не можем. Она же сообщила, что в выходные был еще один одиночный пикет. За сохранение сквера выступал мужчина. А сегодня Галина Абрамова сама поддержала Татьяну Труфанову. Позже плакат взяла еще одна жительница Барнаула. Продолжит ли Татьяна сплачивать людей ради сохранения сквера, она пока сказать не может. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Полтора недели целый подъезд барнаульской пятиэтажки живет без света. В доме на Георгии Исакова пожар вспыхнул 13 октября. Загорелся щиток на первом этаже. С тех пор жильцы пытаются добиться возвращения света в квартиры, но пока безуспешно. Жителям подъезда приходится устраивать романтики и ужинать при свечах. Когда все это закончится, расскажет Дарья Демиллер. Все пропало. Все пропало. Со свечкой. Что было в холодильниках, все пропало. И что со свечкой. Свечек он закупил, сходил сегодня опять. Фонарик купил. Вот не знаю, на сколько хватит. Ужин, ванны и вечерние разговоры при свечах для жителей четвертого подъезда дома на Георгии Исакова 113 – не прихоть, а неизбежность. Уже полторы недели люди живут во мраке. После пожара в квартирах до сих пор стоит запах гари. Также пахнут вещи в шкафах. У многих и стены в копоте. Все сгорело тут. Внутри там все. Саша кругом. Глядно все. Полторы недели жильцы дома пытались добиться возвращения света в квартиры. Связывались с управляющей компанией и городской администрацией. Проводку замкнуло в счетчике на первом этаже. Так и начался пожар. Вся электросеть в доме была признана аварийной еще в 2013 году. К 2022 по решению суда комитет коммунального хозяйства города должен был ее капитально отремонтировать. То есть по факту мы говорим сегодня о подвальном помещении и о той разводке системы электроснабжения по дому, которая идет от ВРУ до этажного щита. Все, что касается этажных щитов, того оборудования, которое в этих щитах размещено, а также разводки по квартирам, решениями суда не предусмотрено. Теперь вернуть светлые времена подъезда должна УК «Наш Барнаул». Так решили на общедомовом собрании. Сейчас организация взяла в кредит почти 200 тысяч рублей, чтобы протянуть новую электросеть. Но пока подъезд к этому не готов. В подъезде до сих пор пахнет гарью, и все стены в копоте. Вот здесь даже видно, что ее пытались отмывать. Но капитально отмыть копоть придется из вот этой шахты и побелить ее. Потому что до тех пор, пока отсюда не уберут все провода и то, что осталось от счетчиков, к прокладке новой электросети не приступят. Вычистить вот это, а потом вот это скоблить, все сказали. Если не будете убирать провода, мы вам ничего делать не будем. Вот так вот. Так сказано. А мы что понимаем? Мы старуха, мне 83 года. В управляющей компании обещают, что свет точно будет к 10 ноября. Такой срок поставили подрядчику. Впоследствии деньги, взятые в кредит на работы, потребуют с комитета жилищно-коммунального хозяйства города. В УК уверены, именно они ответственны за случившийся пожар. Дорина Миллера, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания ЛЛР. Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.